Фагита Хаматьянова мучает высокое давление. За помощью мужчин обратился к Раефени Гаматьяновой. Более 40 лет она работает участковым терапевтом. Из них 30 в поликлинике номер 3. За это время вылечила не одно поколение и знает практически каждого пациента в лицо. Я свой участок очень люблю и веду очень давно, вот с 89-го года. Я всех практически знаю. Лечила родителей, потом детей. Сейчас уже внуков лечу. То есть на ваших руках выросло не одно поколение, да? Ну, почти третье поколение получается я лечу. На участке Раефени Гаматьяновой проживает более 1800 человек. Из них 500 – это пенсионеры. Терапевт ведет ежедневный прием и обслуживает за смену более 50 пациентов. Работа прибавилась с началом сезона простудных заболеваний. Свою работу я люблю. Поэтому я уж с людьми как-то мягко стараюсь. Ну, это, я не знаю, подтвердят. Я никогда не люблю ничего. Я люблю свою работу. Вот этим и объясняется. Я люблю работу. И вроде справляемся. Всякое бывает, конечно. И трудности. Вот эти 20-е, 21-е годы. Очень тяжелые были года. Это в связи с пандемией. Указом Владимира Путина за заслуги в сфере здравоохранения Раефани Гаматьянова представлена госнаграде. От имени главы государства медаль Ордена за заслуги перед Отечеством второй степени Евтекамскому врачу вручил премьер-министр республики Андрей Назаров. Коллектив поликлиники уверен, что их коллега ее заслужила по праву. От всего коллектива хочу поблагодарить ее за добросовестный труд и хочу поздравить ее заслуженной наградой. Она у нас доктор с большой буквы. Хочу также выразить искреннюю благодарность за профессионализм, за чуткое отношение к пациентам, за готовность оказать квалифицированную медицинскую помощь и за человеческое отношение к нашим пациентам. Наши пациенты ее очень любят и уважают. По словам Раифы Нигаматьяновой, она не ждала награды. Для нее больница – это не просто место работы, а профессия врача – это действительно призвание. И сегодня Раифа Назихановна по-прежнему продолжает лечить своих пациентов. Анастасия Тимирбаева, Ольгизмениханов. Время новостей.